Здравствуйте, дорогие друзья! Я Наталья Николаевна, живу в Сибири, и сегодня 2 марта. Канал мой делимся опытом взаимно. Сегодня будет тема «Всё о вербене». Мы с вами поговорим о вербене и посадим семена вербены. Так, вербена. Вот такая красавица. Вербена бывает как прямостоячее растение, так и ампельное. Соцветие состоит из 30-50 маленьких цветочков. Спектр окраски необычайно велик. Она бывает желтая, красная, розовая, синяя, фиолетовая. В общем, разнообразная. Выращивается вербену не только в открытом грунте, но в контейнерах и в подвесном кашпо. Потому что она также бывает ампельная. Очень красиво смотрится в кашпо. Переносит вербена заморозки до минус 3 градусов, но не больше. Также вербена прекрасно размножается семенами. И семена вербены сохраняют схожесть от 3 до 5 лет, в каких, смотря условия, будут находиться семена. Посев семян вербены осуществляется в марте в ящике с легкой гумусной землей. Можно осуществлять посев в первой декаде марта. Я считаю, что дальше поздновато. Она долго растет. Можно семена высевать сверху, раскладывая по почве, не присыпая землей. А можно слегка присыпать тонким слоем перегноя. Так тоже можно делать. Затем, после посадки посева семян вербены, нужно, значит, поместить наш ящичек в теплое место. Ей достаточно 18-20 градусов. А затем, когда появятся всходы, значит, можно поместить уже, ну, понизить температуру в более прохладное место. Но у нас, допустим, где это понижение температуры? Да на подоконнике. Вот у меня первый год только подсветка есть, где я досвечиваю. Ее раньше не было. Все росло и так нормально. Ну, может, конечно, похуже. Но росло и на подоконнике. Так что, зайдут всходы, тогда уберете на подоконник. А пока надо ее маленько в тепле подержать. Так, что же еще мне сказать? Я здесь маленечко пометила. Ну, как поливать? Поливать ее нужно только тогда, когда пересохнет почва. А в ящичке пикировать, когда появятся два настоящих, хотя бы два, три листочка. В отдельный ящик или в отдельной горшочке, это дело каждого. Ну, потом уже, когда пройдет после этого недели две, только тогда можно произвести первую подкормку. Высаживают, конечно, уже готовую рассаду после того, когда минует угроза возвратных заморозков. Хотя она и выдерживает минус три. Господи. Ну, выдерживает-то она это тогда, когда она уже прижилась к почве. В основном это осенью. А так ее надо высаживать, когда минует угроза заморозков возвратных. Ну, расстояние, конечно, между вербеной, когда высаживать, должно бы 20 сантиметров. Это зависит еще от сорта вербены. Так, вербену потом поливаем регулярно, когда она у нас цветет, то есть в активном росте. Во второй половине лета полив сокращает. И чтобы грунт не пересыхал, можно вербену замульчировать. Как сеном, так перегноем, так перепревшими опилками. В общем, мульчи существует много. И не забудьте, что органику вносят в вербену, в подкормку такую, один раз за сезон. А минеральное удобрение можно вносить 3-4 раза. Потому что, если ее перенасытить азотом, она будет мало цвести. Будет просто стоять очень зеленая, пышная. А цвести не будет. Ну, еще можно сказать про вербену то, что она очень мало подвержена заболеваниям. А если правильно за ней ухаживать, она вообще никогда не болеет. В общем, это такой замечательный цветок. Ну, сейчас попробуем его посеять. Вот у меня, значит, семена. Здесь я их сейчас посею. Так, надо увлажнить почву. Так, увлажнили почву. Можно увлажнить и из пульверизатора. Вот. Здесь, конечно, много земли можно и так. В общем, ничего страшного нет. Так, 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 так. Потому что семена будут раскладываться по поверхности. Так. Все это мы маленечко так подровняем ложечкой. Так, так, так. Я все время намечаю рядочки. Это для того, чтобы ее садить по рядочкам. Ну, я не заглубляю, потому что семена по поверхности. Ну, я намечаю просто рядочки. А для чего? А для того, что если вы ее вот так вот посыпите ее всю, она не будет проветриваться. А если она будет рядочками посажена, можно рыхлить между рядочками, поливать осторожно между рядочками, и она будет проветриваться. Ну, вот так вот мы наметили рядочки. А теперь сейчас будем высевать. Так. Первое у нас красненькое. Так, сейчас мы приступим. Можно, как я уже показывала, это делать зубочисткой. Выкладывать по одному семечку. Можно пинцетиком. Вот так вот. Зубочистка. Она держится хорошо. Можно пинцетиком. Потом, конечно, все надо. У меня в этом ящичке будет два сорта. Я, конечно, помечу. С одной стороны будет красная, а с другой смесь окрасок. Вот я все разложу. Если у меня семена останутся, я еще погуще положу. Так. Я еще погуще положу. Так вот мы досеяли свои семена. И вот в этот ящичек у меня получилось ушло три пакетика вербены. Один пакетик даже осталось. У меня было четыре. Вот так я побрызгаю с вербку на семена. Чтоб их чуть притянуло к земле. И я не буду их засыпать. А вообще у меня есть еще семена свои. Я сама собирала. Они не откалиброванные, с мусором. И я поэтому посею в другой ящичек и присыплю землей. А потом вам покажу, что из этого получилось. Вот так вот мы все это сделали. Накрыли стеколочком. Пометила. Здесь красная. Здесь у меня смесь пошла, чтобы мне не перепутать. И поставлю в теплое место. Вот и посадили мы вербену. Теперь будем ждать, как она у нас будет развиваться. До свидания. С вами была Наталья Гелезуденова. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова